Реклама на Эхе. Правильное решение. Эхо Москвы в Самаре. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Людмила Шедловская. Ну а со мной в студии, как мы и обещали, режиссер Самарского академического театра опера и балета Марина Шаткина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот это начало, конец зимы, начало весны. Всегда такое волнующее, какое-то немножко как беременность, время для театралов, для театров, потому что вот начинает работать эта золотая маска. Что это за конкурс? Просто напомнить, что это за премия. И как наш театр, Самарский академический театр опера и балета себя проявил, показал и на что надеяться. Потому что сейчас всё за вас расскажу, молчу всё. Это престижная театральная премия, которая проводится не так давно, фестиваль «Золотая маска», где-то чуть больше 20 лет. Ничего себе не так давно. Ну, по сравнению с «Оскаром». Ну, да, да, чуть покороче получилось. Тем не менее, за всю историю нашего театра, вот театр номинирован второй раз. И второй раз мы ездили в Москву со спектаклем Катерины Измайлова, великого композитора Дмитрия Шостаковича. А до этого? До этого у нас была другая поездка с «Пиковой дамой» Чайковского. Но мы открывали «Золотую маску», и это был первый наш опыт. Мы поучаствовали, но ничего не получили, зато получили опыт. Опыт, да, понимание, что такое. Понимание, да, что такое конкурс, что такое фестиваль. Сейчас мы уже более подготовленные приехали. И, конечно, и морально, и во всех смыслах. Марина, ну вот два последних года, две заявки, и это хорошо. И хорошие спектакли. Как я помню по отзывам в прошлом году, встретили вас в театрала Москвы с удовольствием, ходили на спектакль. Как в этом году встретили, вы сейчас расскажете. Ну вот сама-то премия существует 23 года. До этого ни разу не заявлялись, не интересовались просто ею? Ну, видимо, не заявлялись. Я в театре всего лишь 12 лет. До этого период закрытия прошел, период реконструкции, ремонта. Сейчас обновленный театр, когда появились те спектакли, которые можно заявить. Потому что все-таки спектакль должен быть современен. И фестивальный. То есть это есть особая категория, да, фестивальный спектакль. Потому что вот у нас же достаточно серьёзный. Тут в фестивале проходили детских театров, да. И я, кстати, на сцене театра «Ипера и балета» смотрела «Капитанскую дочку». Очень интересная работа. И, видимо, вот фестивальный спектакль – это особый. Вот в чём его особенность? У меня такое чувство, что это такая работа мастеров искусства для мастеров искусства. А зритель здесь, ну, как бы уже не так важен. Ну, вообще, это сложное понятие фестивальный, не фестивальный. Например, Георгий Исаакян, режиссёр-постановщик этого спектакля, сам говорил в интервью, что… А мы ещё не назвали «Леди Макбет» и «Ценского езда». Мы ещё ничего не сказали, но начали. Исаакян говорил о том, что не готовились мы ни на какой конкурс. Ну, в общем, это правда. Потому что специально готовясь на конкурс, специально делая спектакль к конкурсу, ну, неизвестно, какой будет спектакль всё равно в итоге. В чём-то это как бы неправильно. Да, в чём-то неправильно. Нужно делать спектакль для людей, для зрителей. Мы же для них работаем. А как он дальше заживёт, какой он будет, это покажет, ну, какое-то количество прокатов, и как публика будет реагировать. И потом будет понятно, как он готов на фестиваль, либо не готов. Ну, вот «Леди Макбет» оказался готов. Как вы это определили, что готов? Вот вы повезли его в Москву, то есть во всём, так сказать, многообразии. То есть я знаю, что были гастроли, когда можно, так сказать, ну, лаконичнее оформление спектакля довести. Но на фестиваль вы, наверное, во всей красе со всеми вагонами и пароходами. Мы привезли целиком оформление. Спектакль решён в таком атмосферном духе, бытовом. Здесь нет минимализма. Художник Вячеслав Окунев, народный художник России, который очень много спектаклей сделал для музыкальных театров, для оперных. Поэтому у него огроменный опыт в этом есть. И, конечно, здесь всё сделано было и по технологии, всё удобно, переменно делались. Даже то, что не вагоны, не огромное количество вагонов декораций было, а всё компактно, вошло всё в небольшую, ну, как, в небольшую фуру, в одну фуру вошло всё и уехало в Москву. То есть легко разбирается, легко собирается и, в общем, такой компактный и мобильный. И при этом никакого минимализма, всё так в развернутом виде широко и красиво, да? Да, он смотрится очень масштабным, таким солидным, масштабным. В чём, вот всё время, сложность леди Макбет Нценского уезда, очень сложный спектакль, тонкий. И, по-моему, Исаакьян, да, говорит, что если вы претендуете и если вы носите звание академического театра, вы должны этот академизм, когда нам всё по плечу, да, мы профессионалы, нам всё по плечу, что такое академический. Вот. В чём сложность этого спектакля леди Макбет Нценского уезда? Ну, это полотно очень серьёзное. Во-первых, Шостакович, композитор очень серьёзный, и не каждый театр может позволить себе такую постановку. Это связано и с оркестром, потому что помимо основного оркестра, большого, который там задействован, ещё дополнительный оркестр, так называемая банда, называется сценический оркестр, банда, духовых инструментов, меди. Огромное количество музыкантов. Потом, ну, не каждый провинциальный театр может себе позволить такую тему, потому что, ну, есть опасения, что зрители, может быть, не пойдут. Не пойдут. Тяжело. Не поймут. Тяжело, да. Не развлечение, а вовсе даже совсем другое. Ну, на наш спектакль ходят. Вот удивительная такая статистика, я где-то прочла, о рождении этого спектакля в 1932 году, когда он был написан, он был поставлен в двух театрах, в Московском и в Ленинградском, в Петроградском тогда. Не буду врать, не помню точно, в каких театрах. По-моему, в Ленинграде это был Малигот, в Москве не помню. Но за два сезона он прошёл более двухсот раз. Это в каком году? 32-й год. 32-й год. То есть настолько была тема, востребованная, популярная, такое смутное время. Духота. Духота, да. У нас учили критики душное, страшное, задавленное время. Ну, то есть вот это вот, наверное, было, как бы, хотелось это почувствовать и увидеть тогда, в 30-е годы. Наверное, да. Трудно понять, что было, в общем. Да, что их тянуло. Не живя в то время, да. Да, что их тянуло, но их тянуло. Но тема была очень популярная. Так сняли же спектакль со сцены. Почему? Вот вы не помните, какие были аргументы? Что не понравилось власть придержащим? Музыка Шостаковича, многострадального, великого, гениального композитора. После этого вышла статья «Сумбур вместо музыки», где был разгромлен буквально композитор. Ну, темные времена прошли, и все великие претерпевают какие-то неприятности, мягко говоря. В России художник должен жить долго, чтобы понять, что он. Да, поэт должен быть несчастен, чтобы творить. И великие произведения должны забиваться камнями, чтобы начать новую жизнь и продолжить ее в искусстве вечно. В 62-м, да, восстановили спектакль в Москве, правильно? Или я что-то ошибусь? В 56-м? Нет, в 62-м, да. Что там? И тут, в общем-то, была леди Макбет Ницинского уезда, и потом стала Екатерина Измайлова. Чем это отличается, вот эти две трактовки, и почему Самарский театр взял именно леди Макбет? Ну, есть две редакции. Вот мы на «Золотой маске» показали первую редакцию, на более полную. А Большой театр, как я знаю, другую редакцию привез, поэтому журналисты написали, что, в общем, конкуренция Большого театра и нашего театра, Самарского, Академического. И судя по реакции публики, это было понятно уже, не буду ничего говорить, мы, конечно, сердце бьётся, и мы ждём результатов. Ну, понятно, вот всё равно про реакцию публики расскажете, но расскажите, что было в прессе, как вас сравнивали, и кто кому... Немного, пока мы читали прессы, буквально на странице театра какие-то отзывы журналистов, точечные, обзорные, обзорные статьи, где вот эта мысль... То есть мы не самые... Достаточно хорошо показались, даже не боюсь этого слова, мы хорошо показались. Это судя по тому, что какое-то затишье даже у журналистов, то есть вроде как... Сидят и думают, а как же написать. Да, сидят и думают, как бы написать, да. Вот это чувствуется, если честно. Так чем же вот Екатерина Измайлова Большого от нашей Леди Магбет отличалась? Вы смотрели тот спектакль? Нет, конечно. Потому что спектакли все идут в разные дни, и мы приехали буквально на три дня. А, вы на один? Конечно. Ну, то есть мы приехали, сделали, подготовились, показали и уехали. Очень интересно было посмотреть, но, к сожалению, никуда мы не попадали, потому что приехали в тот же день репетиция, на следующий день спектакль. Ну, понятно. К сожалению, не удалось. Ну, пресса-то хоть как-то сравнила? Я вот не знаю, прошел ли спектакль этот или еще нет Большого театра, не могу сказать. Может быть, все как раз ждут ту Катерину Измайлову. Да, и тогда, если будут сравнивать два спектакля, легче будет и написать. Да, наверняка. Что, на какие номинации... Нет, сначала про Леди Магбет. По-моему, тоже Исаакян и Леонисимов говорили о том, что... Да, Леди Магбет – это лакмусовая бумага, да? Это вот либо ты академический, либо ты театр, либо не берись за эту тему, за это произведение. И что только тогда, когда певцы могут быть и являются еще и актерами, только тогда можно браться за это. Что это такое? Да, это правда, лакмусовая бумажка, потому что этот спектакль, в общем, не просто опера, где артисты поют, выполняют какие-то сценические действия. Это, по сути, драматический спектакль опера. И, пожалуй, наверное, каждая работа, каждую работу можно соотнести с драматической работой, с драматической ролью артистов, потому что очень много было актерских задач. И серьезное литературное произведение лежит в основе Екатерины Измайлова. Это Лесков, как известно, и очень хорошо написано либретто, очень жизненно, очень приближенно. То есть опера считается немножко такое... Бытовое? Не бытовое, оно, ну, особенное искусство, условное очень. А, опера вообще, да? Опера вообще, да. Если не говорить про Леди Магбетта. Но вот эта опера Екатерины Измайлова, это такая бытовая любовная драма, трагедия. Вот чисто внешне, да? Да, чисто внешне, да. Поэтому, конечно, актерские работы здесь серьезные. Поэтому и номинированная... Ну, к сожалению, всех артистов, видимо, нельзя номинировать. Хотя, конечно, по моему мнению... Наша бы воля, да? Да, наша бы воля. Здесь очень много можно было бы артистов заявить в номинациях. Актерских. Но у нас номинировано два актера. Это актер «Лучшая женская роль» Ирина Крикунова за роль леди Магбетт самой. И приглашенный солист театра «Геликон оперы московского» Дмитрий Скориков, который исполнял роль Бориса Тимофеевича. То есть вот «Лучшая женская, лучше, чем «Мужская» вы в номинацию выставили? Да. Но это не единственная номинация, на которую вы претендуете, да? На победу, в которую вы претендуете. Что еще? Еще мы заявлены в номинации «Лучший спектакль опера», «Лучшая дирижерская работа» Александр Анисимов, и «Лучшая работа режиссера в опере» – это Георгий Исаакян. Конечно, все эти номинации достойны, и мы ждем результатов. Хотела бы все получить, конечно. Ну, естественно, так и мы с вами тоже. Мы тоже хотим, чтобы вы все получили. И, конечно, на это надеемся. Вот расскажите, как шла работа. На самом деле, да, вот исполнитель, оперный певец, солист – это одна ипостась. То есть он должен стоять и петь, или в крайнем случае чуть-чуть двигаться, да, чтобы сохранять тон, звучание, голос, глубину. Но при этом он должен играть. Как режиссеру работалось со всей этой вот сложной многоходовой задачей? Ну, Георгий Исаакян – очень опытный режиссер музыкального театра. Ну, хорошо, а актеры-то? То есть, извините, певцы? Ну, певцы музыкального театра, режиссеры музыкального театра – совершенно особая каста. То есть это, конечно, какое-то расхожее мнение, что артист должен стоять и петь. Это все ушло в прошлое. Сейчас артист оперы исполняет такие же задачи, сценические, не менее сложные, чем артист драматического театра. Поэтому никаких скидок нет, что там будет не прозвучит, или что-то такого просто. Об этом актер не думает. Поэтому, если ты певец, актер, то должен петь из любого положения. Взялся за гуш, делай чухуш. Ну, мне, знаете, был интересный вопрос и выпал, но ничего, сейчас вспомню. Мне очень интересно, как… Вот есть у нас… Вот принимает человек, принимает в оперу, потому что у него голос, потому что он может петь, потому что… Ну, а как потом вдруг выясняется, что он еще и актер? Ну, все равно это разные, разные способы выражения и исполнения. Или вот хоть умри. Нет, это приходит с опытом, конечно. Конечно, после окончания учебного заведения претендент на то, чтобы стать артистом. Человек приходит после окончания консерватории в театр, прослушивается. Его берут за голос, конечно. Ну, за внешние какие-то данные… Это редкое явление, наверное, реже, чем драматический талант, мне так кажется. Ну, да. Здесь еще наученность играет роль, потому что не всякого еще возьмут в академический оперный театр, потому что партии сложные, вокальные, мирового оперного репертуара. Ну, конечно, внешность тоже играет свою роль, но вот в музыкальном театре, в отличие от драматического, амплуа определяется по голосу. То есть, если ты, к примеру, тенор, для тенора… Ты будешь герой-любовник. Ну, почти, да. А если ты бас или баритон… Будешь герой просто, не любовник. Да. Или оперный злодей. Да, или злодей, да, тут варианты. И от возраста никак не зависит. То есть, вот уже… И определенная психология, конечно, есть, потому что психология, вырабатываемая вот этими партиями и, собственно, голосом, которым обладает артист. Ну, а как становится актером, это, конечно, приобретение опыта, ну, какие-то, конечно, личностные данные, способности какие-то, и голоса, и самого человека, психики, психофизических данных, актерских данных, органики. Очень много, большой комплекс. Ну, и еще работа над собой тоже никто не отменял. Если человек, обладая одаренной природой и поцелованный Богом, ничего не делает, то ничего не получится. То есть, можно встать в углу и петь, но долго тебя слушать уже не будут. Скажите, пожалуйста, как воспринимал… Во-первых, на какой сцене, на какой площадке вы показывали спектакль, и как столичная, изысканная и строгая публика принимала работу наших артистов? Мы вот второй раз уже выступали в Театре Станиславского Немировича Данченко. То есть, площадка вам знакома? Площадка знакома. Конечно, были какие-то нюансы, под которые пришлось приспособиться, и для этого существует техническая репетиция, потому что чужая площадка все равно чужая, какие-то есть неудобства. На своей привыкли к чему-то, чужая уже диктует что-то иное. Как чужое жилье. Да, да. Но все, слава Богу, прошло чисто, я имею в виду технически, и, в общем, артисты собрались, и мы ощущали за кулисами, будучи за кулисами, этот подъем. Ну, публика как реагировала? Во-первых, там, где должны быть аплодисменты, ну, вот обычно там бывают, не всегда были, и думаешь, не то мы что-то не так делаем, но не было ощущения, что мы не то делаем. Ощущение, что зритель затаил дыхание и ждал. А вот чего ждал? Когда вы, извините, ляпнетесь? Нет, нет, нет. Или когда вы взовьетесь до небес? Все-таки, когда нет аплодисментов после каждого номера, это тоже хороший признак, потому что зрители, показывают то, что зритель очень увлечен тем, что происходит на сцене, и не хочет прерывать это аплодисментами. А вот в конце, когда мы уже все закончили, отыграли, закрыли занавес и снова открыли его на поклон, вот здесь публика, конечно, не истостала. Это было очень приятно, потому что стороны московской публики услышать «Браво» из разных мест зала, это, конечно, дорогого стоит. Ну да, вот я не могу сказать, вспомнить, была ли я в Москве на оперных спектаклях, но наша публика тоже тяжела, я вам скажу. Вот ее раскачать на аплодисменты, а уж тем более на «Браво» – это тяжело, да? Это уж лучше меня знаете. Да, тяжело. Наша публика тяжелее московской? Или вот как вы оцениваете? Вот вы можете сравнить эти два явления? Очень трудно сравнивать, потому что мы же не все жанры показали в Москве. То есть пришли, определенная аудитория пришла на определенный спектакль, спектакль «Золотая маска», ну, скорее всего, даже подготовленная. Да, да, сверхподготовленная. Сверхподготовленная. Потому что идти на фестивальный спектакль – это тоже. Конечно. А к нам в театр приходит разная публика. Кто-то знает про эту оперу что-то, кто-то нет, кто-то первый раз видит, кто-то знает историю созданий, много раз видел. И разных исполнителей. Разных исполнителей имеет возможность сравнивать. А кто-то первый раз пришел и что-то свое увидел. Поэтому люди, они везде люди, публика везде публика. Поэтому я бы даже не могла так сравнить, но у нас благодарная публика в Самаре. Марина, мы чуть с вами не забыли про флешмоб. Да. Вот что это такое? В Москве опять был флешмоб. В Москве опять был флешмоб. Мы второй раз уже в Москве показали флешмоб. В прошлом году по Велецком вокзале мы исполнили фрагменты из оперы «Снегурочка». А в этот раз мы в зале обновленного в Ленинградского вокзала спели три произведения. Финал первого акта «Севельский цирюльник», «Весна Дунаевского» и «Хор о Москве Шостаковича», который получился как поклон великого композитора и поклон москвичам. Ну, это... Я представляю, что это на вокзале звучало совершенно особенно. И вот когда я в интернете видела ваше выступление на Павелецком вокзале, это так странно, вдруг идёт толпа, все друг на друга совершенно похожи, как и лица неразличимы, и вдруг кто-то из этой толпы начинает петь. Это как будто среди асфальта начинает бить фонтан. Вот такое вот ощущение, совершенно неожиданное даже шока. Вот это я, зритель со стороны, как себя артисты чувствуют в этом состоянии. Ну, в общем, флешмоб — это такое сложное было для нас мероприятие. Мы не так давно занимались флешмобами, ну, где-то год, чуть больше года. Несколько раз у нас проходили флешмобы. То есть какой-то опыт у нас есть. Но само вот это действие возникло не так давно в мире, где-то в начале 2002 года, если не ошибаюсь. То есть это некая массовая акция, она не только связана с пением, с танцем, это просто массовая акция с вовлечением посторонних людей. Ну, мы еще до этого не дошли, это, наверное, следующий этап наш. То есть когда... Да, когда уже, да. Но для нас это было... Посетители вокзалов начнут вместе с вами петь. Да. Это внезапное какое-то, внезапный пифомос, внезапное, неожиданное для посторонних людей. Как они реагировали? Ну, улыбались. И снимали нас на телефоны. Причем везде, где мы не выступали. Ну, это потому что совершенно... Все равно это неожиданность. Ну, флешмоба-то и есть неожиданность. Неожиданность, да. Ну, конечно, для артистов, для наших, ну, волновались больше. Некоторые прям подходили и говорили, что мы волнуемся больше, чем на спектакле, потому что там... Ну, время в эфире закончилось. Мы только про самое интересное начали, как всегда. Марина, ну, я надеюсь, вы еще придете. Да. И надеюсь, что все, о чем мы говорили, наши слушатели пойдут и увидят в театре. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова